Я в Москву переехала ещё раньше. Я в Москву переехала в 1994 году, сразу после института. И я была таким студентом Ереванского института иностранных языков, факультет русского языка и литературы. И, в общем, я себя всю жизнь настраивала на то, что я буду работать в школе, преподавать русский язык и литературу. И мой отъезд был обусловлен не только тяжёлым положением в Армении, оно было действительно тяжёлое, послевоенная блокада, холод, голод. Прошли буквально все лишения, все круги ада. А именно потому, что этого хотела моя мама. Моя мама решила, что у меня есть больше шансов выбраться в люди. И тогда, естественно, более-менее страна, куда можно было уехать, это была Россия, это была Москва. Почему Москва? Потому что у меня там были русские. И они на первое время могли мне немножко помочь. Но у меня, когда я уезжала в Москву, у меня не было ощущения, что я уезжаю в другую страну. Потому что тогда Советский Союз только развалился. Эти связи, которые у нас держали в 70 лет, они были очень крепкие. Не было ещё больших территориальных каких-то конфликтов, которые потом случились. Поэтому ощущения того, что я эмигрировала, у меня не было. У меня было ощущения маленького, наехавшего в большом городе. Страх эмигранта, но не ощущение того, что я уехала за границу. То есть до переезда вы заканчивали университет? Да. Хорошо. И вы сказали, что мечтали, планировали стать преподавателем русского языка и литературы. И свою карьеру писателя вы начали сразу на русском языке. Это было обусловлено только вот этой мечтой или какие-то были ещё причины? Ну, писать я стала поздно, мне было 39 лет. То есть мечты о том, чтобы стать писателем, у меня не было. Как и мечты о том, что я должна преподавать в школе. Это была профессия моей мамы, моей бабушки, сестры-бабушки, моего деда. И фактически это была потомственная такая профессия, которая передавалась с поколения в поколение. И как бы я её получила по наследству. А писать я стала на русском, потому что я уже, сколько, к 39 годам, я уже 15 лет прожила в России. И для меня русский язык к тому времени уже был более привычным, во-первых. А во-вторых, у меня очень слабый литературный армянский. Армения, как Италия. В каждой деревне, в каждом городе свой диалект. Поэтому тот диалект, который для меня был вполне обычным, на котором я говорила с детства, он непонятный. Тоже так, жителям Еревана они там понимают от силы 60%. И, естественно, у меня при таком выборе писать плохо на армянском и более или более-менее сносно на русском. Я выбрала, конечно, сносные русские. А вот как вы считаете, сейчас, в наше время, когда уже новый цифровой мир процветает, он открыл больше возможностей для писателей из маленьких стран, которые пишут на армянском, на грузинском, или же до сих пор разумнее писать на языках понятных большой аудитории? Как вы считаете? На мой взгляд, естественно, когда ты пишешь на русском, на английском, на немецком, у тебя больше шансов выбиться в люди на том же испанском или португальском, да? По-китайски будем молчать. Но тут как повезет. Ведь все-таки, как бы ни было обидно, процент везения в творческих профессиях, он очень большой. Очень много, я уверена, есть очень много писателей, намного талантливее меня, которые писали и на русском, и на своих национальных языках, которые не пробились именно потому, что не выпал тот случай, не повернулась судьба к ним лицом, да? Поэтому здесь нет конкретного рецепта, на каком языке писать. Главное, из тебя не обман. Как себя ощущаешь, как считаешь, на каком языке считаешь писать, на том и нужно писать. А дальше уже действительно, к сожалению, уже более случаи большое значение. Потому что я знаю, что в той же Грузии есть прекрасные авторы, которые уехали в Германию, написали книги о немецком языке, но я забыла ее фамилию, она очень известна в Германии, она написала на немецком языке. Вот, и я не уверена, что если бы она написала на грузинском, она, конечно, так бы получала в Германии. Тут вот не знаю, что даже совет. В общем, единственный совет — быть искренним с собой, как ощущается, так описано. По окончанию университета и после переезда в Москву вам на время пришлось оставить филологическое прошлое, да? Насколько мне известно. И вы погрузились в цифры, что для человека литературного может быть сложно. Что вернуло вас к литературе спустя время? Какие это были события? Какие обстоятельства? И в вашем случае писательство — это побег от реальности? Наверное, в моем случае это побег от реальности, потому что к тому времени, когда я себе завела блог в живом журнале, потому что я его завела не для того, чтобы писать, а чтобы читать других людей, которые очень здорово писали, и мне было интересно находиться в этом потоке отмены информации. Все было таким новым, таким неизведанным, таким прекрасным, и так много было новых возможностей, неизвестных. Ты сидишь перед компьютером и общаешься с другими людьми, которые живут в разных концах света. Это была какая-то фантастика тогда. Мне поставили диагноз неправильный, к счастью, рассеянный склероз. И тогда я как раз работала бухгалтером, и бухгалтерия оказалась именно той бездной, которую я никогда не смогла перепрыгнуть, потому что это серьезная профессия, и для того, чтобы быть хорошим бухгалтером, нужно быть очень организованным человеком и уметь следовать правилам. Ни того, ни другого у меня нет, к сожалению. Поэтому я была несчастна в плане еще какой-то профессиональной реализации. И вот в этом депрессивном состоянии, когда у тебя нет никакой реализации профессиональной, и тебе поставили фактически очень тяжелый диагноз, ты понимаешь, что тебе жить осталось не очень долго, я стала писать какие-то истории своего детства и вывешивать их в живой журнал. И меня именно так нашло издательство, предложила издать Манюню, и в общем, так я стала писателем. Что самое удивительное, буквально через месяц после выхода моей первой книжки мне этот диагноз отменили, сказали, что мне подставили неправильный диагноз. И я, пожалуй, соглашусь с вами, что писательства не было выбора. Это было какое-то такое тяжелое психологическое состояние, из которого мой мозг, видимо, сообразив, что я не могу найти выхода, указал мне путь, садись и пиши. Самое смешное, что в этом тяжелом состоянии я села и написала очень смешную книжку. И я не понимаю, как это у меня получилось. И, конечно, когда вышла первая Манюня, а потом и вторая, и я поняла, что мои книжки любят и читают, естественно, я продолжала писать, в том числе потому, что уже начинаешь ощущать какую-то ответственность перед читателем. И, конечно, не хочется его подводить. Но мой сын шутит, говорит, моя мама как подорванная писала книги из ужаса, что если она не будет писать книги, ей придется вернуться в бухгалтерию. И, наверное, этот страх тоже меня преследовал подспутно. Поэтому вот уже 15 лет я пишу книжку. Вы начали говорить про живой журнал, что тогда это было что-то немыслимое. Вот сегодня, как вы вспоминаете, что это было заявление, что этот живой журнал давал людям такого? Он удивительным образом раздвигал пространство. У тебя появлялся ранее недоступный тебе шанс общаться с большим количеством людей, с которыми тебе интересно, которые тебя чем-то увлекают, которые тебя восхищают. Раньше это было просто невозможно. Я после интернета, все мои близкие подруги, в общем, после наступления эры интернета, с которыми я общаюсь, они у меня именно из живого журнала, со времен живого журнала. И это было огромное счастье. Одна из моих самых любимых и ближайших подруг, грузинская писательница Тинатина Жанаватса, мы с ней подружились в живом журнале. Я абсолютно уверена, что я бы никогда с ней не подружилась, если бы не интернет. Ну, где бы я Тину нашла? И у меня очень прекрасные совершенно друзья. И вот эта возможность оказаться среди множества людей, которые думают как ты, которые интересны тебе. Это вот, наверное, самое большое счастье, которое мы испытали, когда приобрели, скажем так, интернет. Ваши книги — это целый свой мир со своей Вселенной, со своими правилами и ограничениями. И там, во Вселенной, которую вы описываете, всё, с одной стороны, магическое и сказочное, но, с другой стороны, реалистично плохо. И бывают несчастные концовки историй. Расскажите о своём жанре магического реализма, о его особенностях и кого он спасает, да, или от кого он спасает, читателя или, может быть, даже автора. Наверное, меня не делали для ненависти. Я не умею ненавидеть, я не умею долго злиться, я не умею обижаться. Если даже я с кем-то поссорилась, то через минуту я уже начинаю говорить, потому что я не могу представить, как можно находиться с человеком в ссоре. Поэтому моя литература, она немножко такая, да. С одной стороны, она беспомощная местами. Если поискать, допустим, хороших, победительных, отрицательных персонажей, их мне раздаю, обчёмся, не так много. С другой стороны, она даже достаточно, у неё есть такой утешительный эффект, в том числе, наверное, потому что, во-первых, это мир, в котором я живу, да, там очень мало зла, не потому что его не существует, а потому что я умею обгораживать его какими-то добрыми вещами, которые меня утешают. С другой стороны, я даю себе полный отчёт, что это немножко обманчивый, потому что реальность, она другая. Ты можешь человеку рассказывать сказки, но потом он отрывается от твоей книжки, оглядывается вокруг и понимает, что жизнь-то совсем другая. Мне, я это, то есть я не приходила к этому о каком-то умозаключении. У меня получилось это инстинктивно. Я просто поняла, что человек в любом случае нуждается в утешении. о той руке, которая у тебя на плече, которая тебе говорит, что не переживай, всё будет хорошо, или хотя бы говорит, не только тебе сейчас так плохо, плохо не будет. Есть выход, он будет. И вот, мне кажется, основной посыл моих книг именно в этом. И, естественно, иногда для того, чтобы этот, казалось бы, фантастический посыл донести до людей, приходится прибегать к магическому реализму. Потому что обычной реальностью некоторые вещи ты не объяснишь, ты будешь получать очень убедительно, неподдельно и даже глупо. Поэтому, если вам нужно какое-то определение моего магического реализма, это немножко терапевтический такой магический реализм, который, наверное, в тех же трёх яблоках немножко не соглашается с Габриэлем Гарсио Маркесом, Мак Маркесом, у которого владенец в конце столет одиночества умирает, а именно оставляет своего младенца в живых, потому что жизнь должна продолжаться, смысл жизни именно в этом. Она, как ни странно, несмотря на то, что она конечная, она побеждает смерть. Именно в этом её высший смысл, именно в этом нужно быть готовым. В одном из своих интервью вы говорили, что Георгий Данелия — ваш вдохновитель, и что зачастую ваше творчество отсылает к его подходу в его творчестве. Расскажите, кто для вас Георгий Данелия и каким вы видите его мир, и чем его подход вас покоряет. Какой-то невероятной искренностью, какой-то душекомфортностью. Я очень люблю его негорюхи. Я хотя бы раз в год этот фильм пересматриваю, потому что он очень мне понятен. Я родилась в старушком районе Армении, он на границе с Грузией, и у нас есть общие традиции, обычаи. Мы даже с грузинами этот регион немножко внешне похожи. Поэтому, естественно, для меня Георгий Данелия это не просто грузинский режиссёр. Это такое впечатление, что это мой кузен, человек, которого я очень хорошо знаю. И, естественно, каждый его фильм для меня был большим, невероятным открытием. И не только фильм, у него уже несколько книжек вышло, я их с удовольствием прочитала. И вот этот совершенно мой человек. Очень сложно объяснить, почему у фильма одному режиссёр тебе нравится, а другие нет. Всё списывается на вкус. Но там, кроме вкуса, наверное, есть ещё какие-то подсознательные штуки, какие-то крючочки, которые роднят тебя с этим человеком. Ты просто цепляешься за эти крючочки и понимаешь, что вот оно, вот оно, вот те мостики, которые перекинутся между вами. И вот я очень благодарна, что эти мостики перекинулись между мной и творчеством Данелии. Я действительно его очень люблю, очень ценю и благодарна им. Ваши слова. Писатели — это фантазёры в законе. Что такого может нафантазировать писатель, что непозволительно обычному человеку? Более того, вы смягчили то, что я сказала, потому что я всегда говорила, что писатели, сущие люди, потому что они могут лгать, им за это ничего не будет. Им прямо вот выписана индульгенция на ложь. Ты можешь врать, придумывать, фантазировать, и тебе никто не скажет, какого чёрта ты врёшь. Потому что это твой мир. Ты его таким видишь, и ты его таким изображаешь. Границы творчества, они совершенно развлекаемые, они бесконечные. И здесь уже нет никаких действительно ограничений. Я когда читаю современную литературу, то есть ту же опиумную войну, которая очень нашумела в Америке, я понимаю, насколько то, о чём пишет молодой автор этой книги, отличается от того, как пишу я. Но у меня нет ощущения какой-то обречённости, или какого-то приговорённости, что время меняется, тем не меняется, и ты, может, завтра будешь звучать совершенно неактуально. У меня, наоборот, какая-то радость во всём этом видеть развитие, видеть, как меняется жизнь, как меняются авторы, как меняется читатель. Поэтому говорить о каких-то особенностях именно для писательского труда я бы не стала. Тот же режиссёр, тот же художник, фотограф не имеет значения. Люди, которые живут образом и создают образ. Те же музыканты, которые живут звуком, они просто раздвигают человеческие возможности. А если вот так? А если вот так? А если написать ещё об этом? А если ещё чуть-чуть подвинуть вот эту планку? Интересно, что из этого выйдет. Это хороший, здоровый, творческий процесс. И он обуславливает работу мыслей и решения человечества. Надеюсь, вперёд. Ваши книги печатают на французском и на английском языках. В 2020 году британская газета The Guardian внесла вас в список самых ярких авторов Европы. Какова была ваша первая реакция? Какие у вас были впечатления после получения такого серьёзного статуса? Ну, я сейчас уже переведена на 28, кажется, языков. Раньше это для меня была такая, знаете, ох, тебя перевели на этот язык, боже мой, какое счастье. А потом пришёл страх. Потому что ты думаешь, вот меня переводят, а людям не понравится. И у меня ничего, кроме вот количества языков, на которых я переведена, не будет. Первый мой перевод случился на украинский. Это было ещё лет, наверное, 7 назад. Первое манюни, первое перевод. Это было какое-то космическое ощущение того, что, тем более на Украину, где, в общем, люди читали на русском, да, переводят на украинский. Это же какое-то больное признание. И, естественно, каждое такое новое признание, новый перевод, перевод добавлял страхов и радости одновременно. Очень странное ощущение, и ты в этом живёшь. И, естественно, когда случилось, когда я увидела эту статью «Гарден», я немножко, ну, перепугалась реально. Это была огромная ответственность. Я не знала, о чём будет статья. Меня пришли, сфотографировали по просьбе англичана для издания. Я даже не знала, для какого издания. Я думала, это будет, может, какое-нибудь, я не знаю, там, статья о писателях из России, которые переводятся, когда я переводилась на английский. И когда я увидела себя в этом списке, я, конечно, перепугалась, честно. Ну, это всегда приятно. Ты поэтому и работаешь. То есть там нет такого, что «Ах, меня статья, я писатель, меня ничего не интересует ваше мнение». Всегда очень важно, когда тебя ценят. Потому что, когда тебя подбадривают. Потому что это ставит силы работать дальше. Ну, вот такой у меня был смешанный микс ощущений. А если не писательство, чем бы вы занимались? Вы думали об этом? Я даже в этом направлении не думала. Из суверенного страха, что, не дай бог, я подумаю, да, и у меня ничего не получится. У меня были какие-то смежные идеи. Допустим, открыть литературное кафе, приглашать туда писателей. Я буду, значит, печь разные штуки, устраивать встречи с читателем, который будет приходить, слушать своих любимых писателей, пить чай, кофе, есть что-то сладкое. Вот такие идеи у меня были. Но мысли о том, что я уйду из писательства, никогда. То есть, если есть возможность работать, я буду продолжать работать до того момента, когда я почувствую, что пора уже остановиться. Мне сказать лучше нечего. Отревожит ли вас ощущение самозванства временами или вы ощущаете себя на своём месте и за своим делом? Это перманентное состояние творческого человека. То есть, если ты не ощущаешь себя самозванцем, если ты уверен, что ты на своём месте, значит, ты что-то делаешь не так. Ты должен сомневаться, притом не заставлять себя сомневаться. Это состояние твоей души. Ты постоянно ощущаешь себя слоном в посудной лапке. Ты постоянно. Ты кажется, что все пишут хорошо, только ты один дебил, пишущий плохо. Поэтому, если среди ваших слушателей есть творческие люди, которые переживают из-за того, что они себя недостаточно, оценивают, не очень себя верят и так далее, то, ребята, это нормально. Усё, в другом не бывает. Примите себя такими, живите, творите. Дай Бог вам силы, здоровья и творческих дел. Очень хорошее наставление. Я думаю, это правда касается очень многих людей. И ваши слова лично меня тоже очень успокоили. Ваша личная большая боль, о которой вы открыто и ясно говорите, и от которой никуда не деться, к сожалению, это война. И для нас, для всех живущих в Кавказском регионе, война выступает фоновым режимом, к сожалению. Вот этот фон как повлиял на ваших персонажей, на персонажей ваших книг? И были ли они такими, какие они есть, сейчас, если бы войны не было? И была ли вы такой, какая вы есть, если бы не было этого фона? Конечно, нет. Конечно, нет. Мы были бы совсем другими людьми, и книги у нас были бы совсем другие. и фильмы, мы снимались, наверное, на другую тематику. К сожалению, война очень сильная и противная. Наверное, один из самых сильных противников, который попадает на долю человека, война и тяжелые заболевания, наверное. И она, вот эта война, она тебя ненавидит и душит. Она не просто хочет уничтожить тебя, она хочет убить и все человечество. И самое важное столкновение войной это пытаться сохранить в себе вот именно эти человеческие качества. Потому что мы кто-то без них, кто-то без сострадания, без соучастия, без доброты, без такого пожертвования. Тебе просто нет. и поэтому естественно особенно такой регион как Кавказ, который постоянно был в состоянии войны, наверное, даже столетия не было такого, чтобы мирно существовал. Естественно, он накладывает этот отпечаток. То есть это не только мой период моей жизни. войны, которые предшествовали тому и которые к сожалению будут еще случаться. Меня во всей этой истории бывает другое, что война, мы наблюдаем как она разрастается. Региональная история, она превратилась в мировую. Хотя я бы даже русско-украинскую войну не назвала уже региональной армяно-азербайджанская война. Вот это еще более региональная история в самом своем начале. Это уже тяжелые мировые процессы и у меня нет, к сожалению, оптимистичных прогнозов, потому что мне кажется, что это все равно приведет к какой-то огромной заворосу. Но мы будем продолжать жить, работать, надеяться, что к этому мы придем. Какие черты она выработала у вас война? очень много всякого получаешь от нее, начиная от страха, который тебя преследует всю жизнь и заканчивая ощущением такого не обреченности, а какой-то раздражающей невозможности повлиять на процесс, изменить что-то словом, делом, все, что ты можешь делать, отвечать за этот крохотный участок земли, который тебе достался, убираться у себя дома, готовить, помогать, что ты еще можешь делать. Вот это меня раздражает, что мы не можем что-то изменить, что мы как муравьи, которые попали в поток воды, каждый уже выбирается как у одного если есть выбор помочь еще кому-то выбраться, а другой выбирается другого, чтобы запить его и мы все это сейчас наблюдаем, процесс такой не новый, но достаточно больный, потому что его наблюдаешь в онлайн режиме, и к сожалению у меня нет рецептов этой ситуации выбраться, чтобы сохранить себя, но мы очень будем стараться, я буду очень стараться, я очень надеюсь, что у нас получится. что помогает вам справляться с душевными переживаниями? всякие, всякая ерунда, готовка, уборка, я вяжу, я связала плен, и не один, я связала шар, сто лет ничем таким не занималась, какие-то очень приземленные вещи, вообще я обратила внимание на фоне корейда и после корейда корейд войны и так далее, как много стали готовить женщин, красиво, вот эти бесконечные ролики, которые ты наблюдаешь в интернете, как все, как они стараются раскрасить красками, это абсолютно темное время, вид новые рецепты, какие-то новые, значит, решения в дизайне, постоянно вот эти видео, которые выкладываются, какая-то новая посуда, такое впечатление, что миссия женщин в этой ситуации, она настолько выпукла, настолько очевидна и настолько понятно раскрасить этот темный мир, подарить какую-то надежду, создавать красоту, потому что никак по-другому ты противостоять этому не можешь, и мне этот процесс так понятен, так важен, меня так бесконечно наполняет надежды, и я абсолютно уверена, что у женщин должно быть очень много политики, потому что мне кажется, мы в том числе пришли к этому состоянию, потому что мужчина, он про войну, женщина про мир, и именно вот этих голосов про мир было очень много, поэтому пришли. И последний вопрос, Нарине, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, в этом жестоком и темном, как вы сказали, мире, существует ли вечная любовь? Да, конечно, я считаю, что именно любовь нас содержит, ведет по жизни, не имеет значения это любовь к мужчине, к женщине, к родителям, к детям, то есть если у тебя даже сейчас нет партнера рядом, которого ты видишь, у тебя очень много людей, которым ты можешь эту любовь подарить, это здесь очень важен вот этот обмен энергиями, когда ты ощущаешь, что ты кому-то нужен и кто-то нужен тебе, это очень важно. Естественно, я верю в любовь, более того, я верю, что не красота спасает меня, она продлевает жизнь, а именно любовь спасает меня. И зайти, конечно, ни в коем разе не сходят с Стоябским, который, кстати, тоже, я думаю, очень верен в это, когда говорил, что спасет мир, поэтому вложил до самого беспомощного своего, одного из самых беспомощных своих персонажей. Я просто к тому, что любовь превыше всего, это звучит фарфаретно и глупо, но это действительно так, потому что все хорошее жду. Спасибо большое, уважаемая Нарине, спасибо, что поделились, спасибо за ваши интересные ответы и даже чуть-чуть истории. Спасибо большое.